Привет-привет! Сегодня я расскажу вам 10 фактов о моем теле. На самом деле их, конечно, будет больше. Нет-нет-нет, я не сошла сама, просто я решила шагнуть в одну ногу с трендами на ютубе. Это клево, потому что мы узнаем, что каждый человек особен и уникален по-своему. Начнем. 5 лет назад мне делали операцию на лице. Я не увеличивала губы, не переделывала нос и не колола себе ботокс под кожу. У меня на лице была доброкачественная опухоль, в простонародье называется жировик. Его пришлось вырезать, так как он рос и уродовал лицо, но в принципе ничего позитивного он в себе не нес. И спустя уже много лет на месте этого жировичка у меня есть небольшой шарик, который напоминает мне о том, что у меня была операция на лице. У меня разные большие пальцы рук. Они имеют разную форму и размер. Я не знаю, с чем это связано, но в детстве я думала, что красивый палец мне достался от мамы, а который не очень от папы. С моего класса у меня начало ухудшаться зрение. И родители думали, что это от того, что я много смотрю телевизор. Но как оказалось, мои прапрапрародственники передали мне это заболевание по наследству. И начиная со второго курса института, и уже на протяжении 7,5 лет я ношу бесцветные контактные линзы. У меня очень плохое зрение на данный момент, и я вижу как раз фокус в линзе объектива камеры. Ну, примерно вот так. Еще один факт связан с глазами, это то, что у меня всегда или очень часто чешется уголок левого глаза. Вот тут. После почесывания в левой ноздре у меня начинается насморк. Слизистая раздражается, и поэтому наступает вот такой эффект. И по сути я могу имитировать насморк. Спереди не видно, но у меня нос горбинкой. И это 100% тест того, что я папина дочка, потому что моего папы тоже нос горбинкой. Только не смейтесь, но у меня одна сторона лица красивее другой. Одна сторона, она более симметрична что ли. Причины такому явлению я не знаю, но я всегда фотографируюсь одной стороной или прямо, а второй стороной стараюсь вообще не поворачиваться, потому что мне не нравится, как она выглядит на фото. Это еще раз подтверждает тот факт, что лицо у человека не симметричное. У меня разные брови. Они не просто не одинаковые, они разные. И мне очень часто об этом писали в комментариях. Одна бровь приподнята и длинная, вторая бровь опущена и короткая. И это мне никак не мешает. Следующая особенность моего тела, наверное, заметна только мне. И как бы это правильно сказать, но моя талия и локти, они могут сложиться в пазл. То есть, если я прикоснусь локтями к талии, то они подходят друг к другу, как пазл. У меня очень странный пупок. И в детстве, и в юношестве я ни у кого не видела такого. То ли это ошибка врачей, то ли это матушка природы решила на мной пошутить. Мне он похож на какую-то пуговицу. А вам? У меня тонкие руки и тонкие кисти. И если я покажу полностью ладошку, то будет очень сильно заметно, насколько она большая. Точнее, это не ладошка большая, а это кисти тонкие и сами руки очень-очень тонкие. Иногда кажется, что я какой-то человек загадка. Потому что у меня тонкая кожа. Это не только заключается в том, что через нее видно все сосуды и чуть ли не жилки. Но если ко мне прикоснуться, начать меня гладить, то я могу уснуть как котик. И если мне говорят хорошую или плохую новость, то у меня бегут мурашки по коже. У меня два цвета глаз. По жизни у меня должен быть голубой цвет глаз. Но в зависимости то ли от настроения, то ли от погоды, они могут быть как зеленые, как серо-голубые. Получается даже три цвета глаз. В простой народе это называется глаза хамелеоны. И я думаю, что действительно так есть. У меня довольно странная мимика. Вообще у меня лицо активное. И сразу видно, когда я хмурюсь, когда я недовольна. Но когда я в спокойном состоянии иду по улице, и у меня в принципе может быть отличное настроение, то окружающим выписывается картина, как будто я ненавижу весь мир. Вожжение моего лица просто отпугивает людей. И со временем некоторые люди, с которыми я познакомилась, говорят, что боялись к мне подойти, потому что у меня было такое серьезное и злобное лицо. А на самом деле я просто в обычном состоянии так выгляжу. Обязательно любите себя. И напишите, какая особенность есть у вас, которая отличает вас от других людей. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока!